Здравствуйте, вы смотрите канал компании Фотопроцентр и сегодня мы с вами рассмотрим источник постоянного света от компании GreenWin Frenel 150 LED X2. Мощность светодиодного элемента в данном приборе составляет 150 ватт, эквивалентный галогенный свет 1000 ватт. Цветовая температура 5500 кельвинов. Прибор оснащен линзой Frenel, которая позволяет за счет передвижения светодиодного элемента внутри корпуса прибора фокусировать световое пятно таким образом, как вам необходимо. В комплекте с прибором вы найдете пульт дистанционного управления, который позволяет включать и выключать светодиодный элемент в самом приборе. Также к нему прилагаются две батарейки. Одну из них мы уже вставили в пульт для демонстрации. Также имеется два фильтра, один рассеивающий, другой, меняющий световую температуру до 3200 кельвинов. Подробная инструкция на русском языке, кабель питания для сквозного подключения прибора и кабель питания, который позволяет питаться прибору от сети 220 вольт. Также в комплекте с прибором имеются восьмилепестковые шторки. У них имеются вот такие вот магнитики, которые позволяют фиксироваться в самой шторке и не разъезжаться. А также вы можете использовать ее для того, чтобы крепить какие-либо корректирующие фильтры. При необходимости вы можете снять шторки. Для этого достаточно потянуть за такой фиксатор, повернуть его на 90 градусов и поднять шторки, и они легко снимутся. Прибор комплектуется поворотной лирой, которая необходима для того, чтобы направить ваш прибор в нужном направлении и сконцентрировать ваш световой поток так, как вы хотите. В нижней части лиры находится крепление диаметром 5,8 дюйма. Это диаметр стандартного стоечного пальца. Фиксируется это крепление при помощи винта с таким вот барашком. А также имеется предохранитель, который спасет ваш прибор от падения, если вы случайно ослабили его и не удержали сам прибор. Также имеется специальное колечко для того, чтобы вставить туда страховочный тросик, если ваш прибор висит на пантографе. Также в верхней части прибора имеется еще одно страховочное кольцо. Перейдем к интерфейсу. Все элементы управления располагаются на задней панели. Здесь у нас имеется клавиша включения ускоренного охлаждения прибора, клавиша включения сетевого питания, регулятор мощности прибора, а также регулятор фокусировки линзы. Также на задней панели располагается гнездо питания, в которое мы можем подключить нашу вилку, которую вставим в розетку, либо же розеточка для того, чтобы запитать иной прибор для сквозного подключения. К этому мы перейдем чуть-чуть позднее. Также сверху находится предохранитель. Комплектные кабели питания имеют винтовое соединение с нашим прибором. Также здесь имеются направляющие полосы, которые не позволят вставить кабель не так, как нужно. Помещаем кабель в гнездо и закручиваем винт. Теперь мы можем включить прибор. Сейчас прибор работает на минимальной мощности. Также выставлен самый узкий угол фокусировки. Мы включили усиленное охлаждение, но если вам необходимо работать в тишине, вы можете выключить усиленное охлаждение и станет значительно тише. Что ж, попробуем добавить мощности. Регулировка происходит достаточно плавно. И в обратную сторону. А теперь попробуем испытать нашу линзу. Будем увеличивать наше световое пятно. Оно довольно широкое. А для установки фильтров, которые идут в комплекте, вам понадобятся шторки. Фильтры крепятся на магнитах. Их три на каждом фильтре. Делается это очень просто. Так выглядит желтый фильтр, изменяющий цветовую температуру. А так выглядит белый рассеивающий фильтр. А теперь мы реализуем сквозное соединение приборов. Для этого нам необходим вот этот кабель. Мы подключаем основной прибор в сеть при помощи сетевого кабеля. В выходную его розетку мы вставляем один из концов провода. Здесь также есть салазки, которые не позволят перепутать контакты. Вставляем. Фиксируемся при помощи винтового зажима. И вставляем второй конец в сетевой разъем следующего прибора. Для этого необязательно использовать абсолютно одинаковые приборы. Можно использовать просто приборы из этой же линейки. Такие, как, например, Greenbin Freenail 180 LED X2. Что ж, попробуем включить. Первый прибор работает. Попробуем включить этот. Работает. Если мы выключаем первый, второй все еще работает. Отличный способ сэкономить розетки. Также мы не упустим из внимания пуль дистанционного управления. Он позволяет включать и выключать прибор на расстоянии. Но стоит помнить, что когда мы выключаем прибор при помощи пульта, основное питание от сети не отключается, потому что оно осуществляется за счет механической клавиши. Если вы прекратили съемку и больше не используете осветительное оборудование, выключаете механическую клавишу и вообще желательно доставайте прибор из розетки. Подобные линзовые приборы широко применимы. Они могут использоваться как рисующий, так и как заполняющий свет, либо же контровой или фоновый. Это очень удобно. Вы можете регулировать все настройки при помощи всего лишь пары ручек. Вы смотрели канал компании Фотопроцентр. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые видеообзоры. Пока!